Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале KikMid. У нас сегодня обзор огромной поставки Native. Тут очень много новинок, очень много всякого классного и интересного, про которое мы ничего не знаем. И сегодня на фристайле мы будем с Артемом Щербаковым, вами любимым, обозревать Янто. Да, ребята, пришла вот такая поставочка. Многими, я уверен, долгожданная. Лично для меня это новость. Ну и впрочем, тут все новиночки, так что я тут ничего про детали не знаю. Будем разбираться. С чего начнем? Давай начнем с мелочевки какой-нибудь, типа... Давай с вилок, например. Первое, что бросается в глаза, это вилочка STEM, самая простая в линейке. Цвет. Вы можете обратить, он немножко необычный. Она необработанная какая-то. Вот, да, короче... Мы пытались как-то объяснить друг другу, что это за процесс, но, короче, вилка необработанная. Выглядит как фольгу, знаете, скатали вот так вот в шарик. Кстати, да. Вот так выглядит, наверное. Короче, прикольно. Я думаю, под какую-то сборку зайдет. Вот знаете, говорят, песочный. Вот если бы стальной, но песочный. Вот что-то такое. К нему, кстати, идет зажимчик такой. Не в комплекте, они отдельно продаются, но получится прикольная сборка. То есть бюджетная довольно-таки вилка, ну, относительно всей серии натив. И бюджетная SKS. Четыре болта, он под узкие рули, что мне лично понравилось, потому что нафига. Вот. Если узкий руль, покупай узкий SKS. Если широкий руль, покупай под все. Так что вот такая сборка. Также есть в черном цвете. Черный цвет скорее обыкновенный. Прикола особо нету здесь. Просто черный красивый вилк. Он, опять же, непонятно. Я не видел прям доподлинно матовую вилку. Ну, то есть смотри. Ну, они одинаковые. Ну, чуть-чуть. Наверное. Ну, короче, матовый, да. Ну, чуть-чуть блестит немножко. Ладно, это алюминиевая вилка. Она вместит колеса до 115, наверное. Сейчас. Давайте проверим. Прям в прямом эфире. Да, 115 влезает. 115 колеса, 24. Все здорово. Здесь очень прикольная ось, по-моему, в комплексе идет, у которой одна половинка. Так. Начнем с того, что здесь не ось с гайкой. Такая, как из строймага. А оська, как где? Какой? Этик, наверное, оська. Вот. Только с другой стороны не стандартная голова, а голова, которая прям вгрызается вот сюда, потому что она в форме гайки. Так что да, это очень удобно. Тут во всех вилках, которые есть, такая ерунда. Нет, прикольно. Нет, подожди, вот в этой есть. Вот в этой нету. Это XL. В одну не добавили. Ну и вот, и тоже есть черный зажим. Ничего такого, ребята. Но прикольные бюджетные подрузки рули, весит немного 4 шестых болта. Вилка, кстати, на пятый болт. Я думаю, это не должно вас пугать, это один компрессионный болт. Я просто привык пугаться пятых болтов, но в целом-то это не страшно. Пятый и пятый. Наверное, были основания, чтобы так сделать. Далее, другая вилочка. Это Senery. Senery, да, вилка. В отличие от вилки Stem, у нее тут логотип выфрезеренный. Потом какой-то прикол с внутренностью, что болт именно вот в этой части. Я так понимаю, что это создано для прочности, потому что самое, так скажем, нагружаемое место вилки, это примерно вот здесь. Вот. И они, в принципе, умно поступили, что сделали это вот так. Я не фиг знает, зачем это, но, наверное, какая-то умная штука. Не знаю, у меня была вилка на Тиев, правда, старой версии, которая тут еще такая хромная была. Флемонго? Ну, как флемонго, только черный, и вот тут фрезерованный, короче, так. Вот, и она, в принципе, у меня была, типа, понравилось, все круто. Это версия. Я не помню. Ну, это версия, после флемонго была версия, они еще очень похожи. И, короче, самое забавное еще, это упаковка, потому что тут в комплекте... Да, это бренд премиум класса, упаковка выглядит потрясающе. Смотрите, открываем, и у вас абсолютно все в комплекте идет. Все проставки под абсолютно любые колеса. Смотри, какая оська, чувак. Да, вот о чем... А, смотри, не та оська. Да, мощная штука. Короче, да, о чем мы говорили, это премиальный бренд. Тут все для вас, друзья. На самом деле, есть еще такая же вилка, только XL. Вот, эта вилка вместит 115-е колеса, 24-е колеса, а вот эта вилка уже вместит... Абсолютно любые колеса, да. 12 стандарт, что ли, не поместится, но вот 125-е, 24-е, 125-е, 30-е, есть такие, есть не в 12-м стандарте, а сюда замечательно поместится. Все проставки, да, в комплекте. Они есть в черном и хромовом цвете. Сколько они стоят, мы в этом видео особо говорить не будем, наверное. Посмотрите на сайте. Посмотрите на сайте, или в Reels мы потом это озвучим, наверное. Здесь везде логотипы напиханы. Прикольная вилка. На самом деле, вот чем она отличается от Versi, у Versi по-другому были сделаны перья, и вот тут это выглядело, откровенно говоря, хлипенько немножко, как они звучат. Все, спокойно. Короче говоря, и вот у меня была вилка Флемонго, даже еще Лайфбот. Я так понял, что Лайфбот раньше, ну короче, раньше был Лайфбот, а потом Натив, вот, типа один бренд. У меня в голове это так, потому что вилка была очень похожа. Ну короче, был такой чел, Натан Флемонго, он катался за Лайфбот, у них была промодельная вилка Фламинго, вот, и потом появился Натив, вроде как, и у него тоже была там промодельная вилка Флемонго. И я катался на такой вилке три года, в целом, что-то, наверное, в этой вилке сохранилось от той, на которой я катался, но вот этот момент с перьями точно стал понадежнее, по крайней мере, так выглядит. Но они намного шире стали, потому что колеса широкие. Ну да, но вот здесь тоже, она действительно была хлипкая, то есть это выглядело ненадежно, вот здесь это прям мощная штука такая, да и в целом выглядит как классика просто. Нет, вот эти вилки прям как будто проработаны, и на вид они очень прочные, как будто бы даже сложно было сломать. Вот этот прикол не понимаю, но, кстати, вот в этих вилках, то есть в линейке Сенери, здесь уже шестой болт. Я прикола не понимаю, но пускай будет так. Это для профессионалов. Ну да, да, для профи. Дальше что у нас? Колеса хорошие, мы не рассказали. Вот про вот эту. Давай, наверное, сначала к зажимам, типа, под вилки. Моё мнение не учитывается. Извини, ради бога. У нас есть еще зажимы Орка из нового, что особо никто не делал. Это размер зажима, то есть зажимы, по большому счету, одинаковые. Но они ничем не отличаются друг от друга, кроме как к своим размерам. То есть есть размер от S до L, он у них так обозначен. Есть размер XL. Антон, к сожалению, достал два одинаковых. Поверьте мне на слово, есть еще такой XL. Он выглядит немножко побольше. По размеру, наверное, сопоставимо с силтом. Вот, с большим зажимом каким-нибудь. Ну, кстати, хороший. Не такой большой, как Proto у них XL, но, тем не менее, зажим просто повыше. Вот, это уже прикольный. Да, вот это напоминает Aztec. То есть он действительно маленький. Я думаю, он поконкурирует с зажимом Pandora. Да. Тоже под узкие рули, а большая версия под все рули с проставкой. То есть, да, прикольное решение. Болты тут смазаны какой-то красной фигней. Опять же, в коробке полный комплект, блинчик с болтиком. Какой-то блин, ой, короче, болт, чувак, он именно огромный. Да, здесь почему-то пихают огромный, длиннющий, вот такой вот болтяра просто лежит. Ну, это, чувак, это для как раз-таки новой вилки, потому что система такая. Да, 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 да. Здесь утопленная резьба, как Антон уже упоминал. Да. Поэтому мы до конца не понимаем, в чем прикол, но, видимо, для чего-то это нужно. Так вот, SKS под узкие рули. Стоят они недорого, насколько я помню. Есть большая и маленькая версия. Шестые болты, тут типа логотип. Короче, классический зажим, здесь утолщен, здесь утолщен, здесь узенький, красивый, довольно-таки легкий. Давай далее как раз к колесам. Что думаешь? Ну, смотри, держи такое. Это профайл. С колеса профайл. Опять же, я удивляюсь, коробки. Да, с коробки это прибалдело. Это что-то вообще новое. Вот вы вот так берете, как подарок, открываете ее, и вас встречают такое. Странно, что они не положили оськи с болтами и пыльники всякие. Ну, я думаю, да. Было бы забавно. Что скажешь про колеса? У этих колес было прикольное промо-видео на канале Натив. Я думаю, что оно тут будет где-то всплывать. Колеса, Натив, профайл, профиль. 110 на 24. Выглядит незамысловато, но я думаю, что что-то в них есть. Типа, ребята их презентовали промо-видео. Они стоят недешево. То есть, это крутые колеса. Самое крутое, что они выглядят максимально минималистичные. В них как будто ничего типа нет. Ничего лишнего нет, я бы так сказал. Маленькое лого, подшипники, два всего. А в чем прикол? Вот смотри, вот тут 110 на 24, слэш 8. 8 это что? 8, это 8. 8 миллиметров в 8. Все, здесь лого Натив. Что в них прикольного, так это цветовые решения. Мне лично очень нравится вот такое. Это много колеса? А? Ладно. Не, ну чем-то напоминает, конечно, моно, но это только лишь цвет. Ну что, а вот эти прям вообще... Ну диск на самом деле больше похож на Nord. Хотя, блин, классические типа 7 спиц. На что это может быть похоже? Да буквально на все это может быть похоже. Да, тоже 110, 24. В чем прикол? Тут такие серые, даже почти металлические спицы. И гелик, ну я не понимаю какого цвета. Это что-то дымное. Это, кстати, что-то новое, потому что такого я еще ни разу не видел. Я тоже не видел. Сначала, я думаю, это прикольно будет смотреться на каких-нибудь сборочках с хромом или серым цветом. Офигенно будет. Короче, колесам реально лайк ставлю. Не знаю, что это цвет. Не знаю, как будто он должен светиться в темноте, но он точно не светится. Ну на смок или просто. Да, вот это смок, типа дымный цвет, цвет пара дыма для вейперов, короче. Вот, по-моему, ты опять же не положил какие-то одни, мне кажется, что у них еще белые. Нет. Ну, не уверен. Все, смотри, у них на коробке тут написано, что вот два цвета. А, стоп. Три цвета, да, еще есть белые. Ну, короче, я вообще красавчик, реально. Да, ребят. Также у них есть колеса 115 на 24. Вообще так обычно никто не делает. Да нет, почему? Ну, сейчас мало ребят катаются на больших колесах, которые при этом будут узкими. То есть, мало кто катается на 120 на 24. Типа, если 120, то я чаще всего встречаю 30 миллиметров. 115 тоже 30, а здесь 115 на 24. Ну, сейчас самый хай просто, типа, 115 какие-то колеса. Ну, в основном, да, широкие. Но, видишь, натив пытаются опередить время и сделать 115 на 100. Не, ну, кому-то, наверное, вкатывает. Я, вот, я бы такие взял. Я катаюсь на таком, но сейчас на 30-х. Но если я захочу слезть с 30-х, то я бы, наверное, взял вот чуть побольше. 115 на 24 или 120 на 24. Вот это для меня, наверное. Ну, короче, я бы вкатил на них. Диск тут самый обыкновенный, те же, типа, 7 спиц. Просто здесь выглядит более как-то плотно. Не знаю, по-моему, одинаковые почти колеса. Не, ну, тут чуть-чуть по-другому. То есть, здесь, там, где гелик крепится к диску, здесь чуть больше места. Не знаю, в чем прикол. Может быть, вот эти круче просто. То есть, так сказать ничего нельзя. Надо распиливать, чтобы узнать. Да, надо будет распилить парочку колес. На салат чисто порубить. Вот, есть в цвете хром диск черный гелик. Я бы такие поставил. Я очень рада такая сборка, потому что мои любимые колеса. Это, ну, не мои любимые колеса. Я катаюсь не тридцатых, а мои любимые колеса, они риверы, короче. Мэтта Макина. Мэтта Макина. Вот, очень красивая. Я тут все про меня знаю. Так уж случилось. Вот, и расцветка такая мне очень приятная. Также у них есть просто фулл черные колеса. 115 на 24. Вот, о них, собственно, и была речь. Тоже по 28 ось, обычные подшипники. Обыкновенные 7 спицевые колеса, ничего такого. Чувак, ты посмотри вообще на это, это же вау. Да, прикольные упаковки с рулевыми. Блин, ну они и тут типа отличаются, во-первых. Ладно, не то чтобы от всех отличаются. Но это больше, вот почему-то я когда увидел промышленные подшипники вот эти, я сразу почему-то вспомнил про Proto, потому что у них точно такие же. Только что хотел сказать, да. Вот черные подшипники я видел только у Proto. Ладно, это на самом деле не новость, но выглядит по-новаторски, друзья. Но пыльник как будто бы прям под Максима Графского. Здесь вообще-то еще что-то написано. Обычно на промах вообще почти ничего не пишут. Тебе видел, на tilt было написано, может на Proto. Вот здесь написано, во-первых, это Halo, они называются Halo. Halo, Halo. Halo. Fully sealed. Fully sealed. 41,8 миллиметров, X 304 миллиметра, X 8 миллиметров, 45 градусов на 45 градусов. Ну круг. Чувак, они даже на антилюфт-кольце написали логотип свой на этих. Да, здесь есть антилюфт-кольцо в комплекте, на нем есть микроскопический логотип. Вау. Вот такого я, вот такого именно я ни разу не видел, чувак? Я тоже, мне кажется, не видел. Это прям как-то, ну чтоб ты реально не перепутал. Я думал, что если должен быть логотип, то это будет какое-то огромное антилюфт-кольцо, типа куда можно ее засунуть. А тут, казалось бы, некуда запихать, но они запихали свое лого. Ну не знаю, прикольно. Не то, чтобы какой-то знак качества, но прикольный подход. Самое неординарное, не уверен, что его вообще камеру зафиксировать, то, что я в руках держу, это какой-то милипусенький крохотный пыльник натив. Вообще в нем нет ни веса, ничего. Возможно, он не выполняет свои функции, хотя у пыльника в большом счете функций немного. Не, я думаю, он выполняет свои функции, просто он минималистичный. Слушай, наверное, они сделали это под доску свою. Возможно, там в доске есть какой-то прикол. Типа, место посадки проматом ниже, чем обычный, поэтому не нужен большой пыльник. Короче, есть какой-то прикол, видимо, чисто нативовский такой. Ну, короче, ладно, ставлю рулевой реально лайк за упаковку, тем более. Никогда не видел, чтобы рулевую упаковывали именно вот так вот. Да, я когда увидел, что это все приехало, я подумал, что это подшипники. Обычно так упаковывают подшипники в колеса. Прикольный подход. Блин, ну ничего такого на самом деле, но вот пыльник меня зацепил. Черный пром красивый, хоть его и не видно, но... Короче, круто. Почему нас манит, когда везде есть логотипы? Держи, братанчик. Грипсики. А у них нет нас с вами, интересно, или... Натив, грипс, эмблем, эмблем грибков. Это грипкор, ребят. Дримкор, дримкор грипсы, эмблем. А, ну, эмблем, потому что здесь везде тоже логотип, натив. Ну, как бы, грипс состоит из резиновых логотипов натив. Я на таких, на самом деле, когда-то катал... А, нет, не я катался, я помню, что я щупал такие. На таких Ваня слоев катался, он был в интервью ранее. Так, слушай, а как они здесь крепятся? Они здесь держатся в баренде. То есть в упаковке баренда, и они ее налазят. Слушай, я такого очень никогда не видел. Вас, наверное, это вообще не касается. Это больше магазинная история, типа, для продавцов. Но это очень странно. Обычно они лепятся просто на картонку. А здесь, типа, баренда, встроенная в упаковку. И на нее уже насаживается грипса. Короче, реально крутые. Вот это типа. В комплекте баренды довольно широкие. Не знаю, как прокомментировать баренды. Баренды... Да, баренды и баренды. Все хорошие баренды. Они, типа, не выглядят такими, как у Этика, которые, типа, за одну катку... Ну, да, такие не отвалятся. Не то, что будете прям плохие баренды, но они не держат. Типа, они красивые, прикольные. Ну, по крайней мере, баренды Этик на старых грипсах. Эти, постоянно отлетали. Эти, наверное, не отлетят. Ну, если вам прям за баренды интересно. Для вас такая история. Ну, за эти баренды я бы дрогнул, конечно. Да, грипсы довольно мягкие. Мне нравится. Вполне все длинные. По сантиметрам не знаю, но среднестатистический. Вообще, размер не главное. Я знаю, что шток 15 см. Значит, эти грипсы 18 где-то. Шток у вилки 15 см. Грипс примерно 18. Ну, так чисто визуально сравнимо с грипсами Этик. Я думаю, то же самое, что Этик. Тут, где-то должно быть написано на тип. Да, здесь написано на тип. Почему вам интересно это все? Ну, со своей грипсой, они уже... Крутые, мягкие. Есть темно-синие. Есть вот такие серые. Опять же, смоканный цвет. Знаешь, он больше не смоканный. У меня он отливает каким-то коричневым немножко, если так посмотреть. Ну, возможно. Конечно, прикольный цвет. Вы это все замараете руками все равно. Но вот на этих, например, не видно будет, чтобы вы засрали руками грипсы. Трогали грязь. Хорошо. Потом трогали грипсы. И есть черные классические. Конечно, да, прикольные грипсы. Я попробовал такие. Вот. Выглядит хорошо. Лайк. Дальше, наверное, расскажем дальше про линейку стэм. Про часть ее мы уже рассказали. Переступим. Переступим. Приступаем к доскам. Доски стэм самые обыкновенные. С них ничего в большом счету нет. По габаритам, наверное, они похожи на самые маленькие доски, там, от Prey какие-нибудь. Тут даже размер написано очень удобно. То есть это 5,25 на 21, судя по всему. Не, моя 21, а твоя вроде бы 54, если я ошибаюсь. То есть я взял два размера, small и medium. Да, у них есть размеры small и medium. Они не хотят пугать вас цифрами. Вот. Они пишут везде M, L. Она в чем-то отличается от старой версии? От старой версии стэм? Да, вот я просто не знаю. Старая версия стэм, возможно, была в другом цвете. Или она была такая же, типа, как фольга. Как фольга, точно такая же. Видимо, это просто перезапуск. Потому что фендер здесь такой же, ось такая же. Может быть, размеры сделали другие, потому что так, как будто бы было 5,1 или 5. Да, что-то такое. Короче, базовая доска для маленьких ковбоев, типа, для наездников поменьше. Но достаточно легкая, достаточно, я думаю, даже в возможностях подойдет. Да, она не особо увесистая, удобный тормоз-фендер. А ты видел где-нибудь, чтобы на фендерах делали такой, как протектор аля? Да, кстати, прикольная штука, я не понимаю, как это работает. По идее, этот фендер, короче, не будет скользить. То есть на него не нажмешь, это все-таки больше фендер, чем тормоз. Хотя выглядит как тормоз немножко, потому что он довольно здоровый. Но он пластиковый, поэтому вес тут он не прибавит. Просто большой фендер с такими штуками. И тут, да, тут протектор, то есть у вас нога по нему не будет скользить. Не уверен, что это важно, но приятно верить в то, что бренд задумывается о таких мелочах. Что это тоже недорого? Доска для небольших ребят. Что, ну самое интересное, так скажем, вишенка на торте. И крупная, крупная новинка. Это вообще, чувак. Когда они приехали, я просто беру, и я как будто бы восхищаюсь этим. Да, это действительно балдежный носок. Давай так, первое, что мне бросилось в глаза, это новая тенденция на влюбление стакана. Да, да. То есть я такое увидел у Траст. Это не к слову копирование. Просто, видимо, все бренды разом прошарили, как сделать широкую доску прочную в стакане. То есть здесь здоровенный стакан, то есть дыра... Да нормально, нормально. Дыра сумасшедшая. Огромные сварочные швы. Швы огромные сварочные. И я не знаю, как это объяснить. Смотри, то есть есть свар, и свар как будто приподнимает сам стакан над платформой. Не обращал внимания? Вау. То есть вот, смотри. Они тоже не первооткрыватели, но идея хорошая. Я говорю, первое, у кого я видел, я видел у Траст. И Астек сейчас сделали точно так же. Ну, да, да. Визуально немножко по-другому, но смысл такой же. То есть там у них какие-то турбины здесь как будто, но смысл вот именно такой. То есть он приподнятый, он очень широкий. И вот эта дырка реально массивная. Я не понимаю, в чем прикол. Вот здесь, короче, ребра какие-то жесткости. Но они там все, типа лишний материал просто убрали. Да, тут вообще нифига нету, но снаружи... Смотри, как они сделали, что у них просто вот огромная дыра в стакане просто. То есть вес из стакана убран по максимуму. Смотри, еще какой прикол с тормозом, что они сделали какую-то дырку специальную, чтобы было удобно закручивать. И гайки для тормоза держатся пластиковой штукой. То есть не железной и, так скажем, не отбирает вес лишний. Какой-то прикол реально. Да, еще интересный дизайн вот этого выреза на самом деле. А, в релизатуре, чувак. Да. И есть на самом деле прикол даже в проставках. То есть прям все до мелочей продумано. Вот эти проставки встают куда надо. И они как бы продолжают пэгу, что ли. У меня была такая проблема. Ну, как не проблема, сложно ее объяснить. Но вот у меня была доска Остек Европы. И мне было как-то непонятно, как скользить на гранях, у которых кант не такой широкий, как мой дропаут. А любая грань, не такая широкая, как мой дропаут, не знаю, как это здесь работает. Может, если убрать эту проставку или наоборот добавить, то будет лучше это все работать. Да, я думаю, они лучше нас знают, как это сделать. Да, очевидно, что они это продумали и как-то это работает. То есть райдеры команды Native определенные это все тестировали. Прислушаемся к их мнению и стоит это, конечно, попробовать. Также почти плоское дно. Здесь небольшая выемка. Как Антон сказал, очень удобное крепление для тормоза. Логотип Native. Ну, сам этот прикол в чем? Это, конечно, цвет. Да, цвет балдерный. На самом деле на коробке написано, что она черная. То есть заявляется как черная, а я, когда достал, я не понял, в чем прикол. Я подумал, блин, подложили, что-то не то. Но по факту Максиму я скину, он сказал, что это как будто раф-доска, а ее облили черным лаком. Ну, на самом деле так и выглядит, как будто залакировали хром-доску. Ну, не хром, а вот такую вот малышку залакировали просто черным лаком. Да, офигенно выглядит. Мне напоминает эта доска Логана Фуллера. Балдежный такой, мусорный прикол. Тут как будто бы какие-то отпечатки от пальцев, как будто бы ее кто-то лапал до того, как ее подкрыли лаком. Это Сережа Графский заметил тогда, и мы с ним поражали над этой темой. Есть такой момент. Ну, короче, прям естественно, типа доска. Естественно, да, именно вообще необработанный. Вот, если как будто просто вот рука такая какая-то, вот так взяли. Я изначально, когда мы раскладывали все, я подумал, блин, Антон замарал чем-то доску. Короче, да, она выглядит очень дико. Здесь дырки. Прикольно. Так, ну, здесь обыкновенный пластиковый тормоз. Фендер, тормоз, не знаю. Я не нажимаю на него обычно. Ну, самый жесткий цвет это вот этот. Да, это какая-то голубая лагуна. Блин, я даже не знаю, что мне это напоминает. Я такого не видел в самокате. Даже казалось бы у брендов, которые цветастые детали делают, там, какой-нибудь Routindesis или Apex, вот они делают цветастые детали. Но вот такого оттенка я не видел. Даже не знаю. Короче, это новый цвет от Native, и я считаю, что они угадали. Как в Майнкрафте называется вот этот камушек голубой? Лазурит. Вот, наверное, что-то к лазуриту больше. Возможно. Кстати, вот к слову об Apex, вот ты сказал про Apex. Они, у них размеры доски точно так же, как и на Apex. Да, тоже прикольный момент. Она, кстати, 7х23, и при этом я не чувствую тяжести особой. Сравнивая с досками подобных габаритов, типа там, не знаю, комета. Комета доска крутая, типа надежная, но вот она все-таки потяжелее. Вот это в этих же размерах весит, по-моему, до 2 килограмма. 1950 грамм на весе. 1950 весит какого размера? А вот не знаю. По-моему, 1950 весит 22,5 на 6,5. Ну да, ребят, когда держишь такую махину в руках, кажется, что сейчас упадешь с ней вместе. Но доска, на удивление, весит совсем немного. Ну, не совсем немного. 2 килограмма тут все-таки есть. Но ожидаешь больше. Пришло очень много этих дек, и мы сейчас с Артемом расфасовывали это. Давай, у тебя 5 секунд, чтобы назвать все размеры. 6,22. 6,22,5. Блин, у меня путается все с цветами, потому что тут еще столько цветов. На самом деле пришло очень много досок, мы замучились с этим делом. Потом есть 6,5 на 22,5. 6,5 на 22 нету. Есть 6,5 на 23. Есть 6,5 на 23,5. Есть такая, насколько я помню. Есть 7 на 23, 7 на 23,5. 7 на 24. Да, кстати. Вот, есть 7 на 24 даже доска. И то все равно доска весит немного. То есть для таких размеров весит доска совершенно нормально. Короче, цвет респект. Это прям вау. Да, мне как-то нравится. Типа и вот этот вот, который вроде черный, какой-то немножко коричневому. Офигенно выглядит. Я думаю, она обшарпается, изговняется, вся-вся будет грязная, поебанная. Но выглядеть будет круто. Блин, чувак, вообще за цвета просто вау. Я реально его от такого синего никогда... И от такого серого тоже. Ну, только вот Логана Фуллера старую видел. Ну, да-да. Короче, они прям шарят. Респект. В этой теме. Много маленьких деталей, и все они радуют. Да, на тормозе опять протектор там, типа не скользящий. Не знаю, круто. Ребят, дальше к рулям. Это руль натив Елта. Елта. Ну, Елти как-то вот так. Елти. JLTL это отсылка на Елисея Зубенко. JLTL, да, как Елисея Зубенко. Опять же, посмотрите на цвета. Да, балдеж. Цвета отлично подходят. Мне руль еще больше в этом цвете нравится. Поддеки и даже немножко грипсы. Да, офигенно. Очень круто. Очень круто будет смотреть. Yes. Ну, самый-то прикол в том, что он немножко похож на Тилд-центре, но я сейчас почитал характеристики, и у него бэксвип в 2,5 градусов, а на Тилд-центре он 5, и здесь есть апсвип в 1 градус, если не ошибаюсь. Ну, и просто даже видно тут по форме, что вот этот треугольничек, он намного меньше. Ну, не то, что он намного, но да, он поменьше. Руль на 200 грамм легче, чем сам Тилд-центре. Высота 71, ширина 61. 61, да. В принципе, вообще, очень хороший руль, я бы как будто бы попробовал. Да, я тоже так думаю. Каждый раз, когда вижу такой офигенный U-образный руль, мне хочется себе поставить, наверное, я не поставлю. Но раньше я катался на Тилд-центре, кстати. Я тоже был. Ну, короче, просто Тилд-центре такая штука. Всем запоминающаясь, поэтому в каждом подобном руле мы видим все-таки центре. Не, потрясный руль, реально, респект за цвета. Мне прям хочется такое добавить в свой самокат. И вот, вот такой вот, типа, необработанный, со сварами, красивый. Мне прям нравится. Еще, смотри, вот такие. И натив Ария, Т-образные рули. Габарит, по-моему, у них чуть поменьше. То есть здесь чисто на глаз где-то 67, наверное, и 56. Стальную руль, наверное, ребята покупают от какого-то конкретного бренда, именно из-за того, что приверженцы конкретной команды какой-то или бренд. Потому что стальные рули друг на друга похожи, ну, максимально. Кроме, там, каких-нибудь баттингов, с баттингом прикольных, отличия есть. Но, по сути, обычные стальные рули. Yes. Ну, ты чего? Мне логотип просто нравится. Я бы за логотип только взял. Давай посмотрим комплиты на этих же деталях. Да. Это у нас комплиты стемп. Я только сейчас обратил внимание, что здесь 115-е колеса, кстати. Я все время думал, что здесь... Ты посмотри, тут и вилка, и зажим, и руль, и грипсы, и та же стемка. Типа тут почти целый самокат, считайте, из всех этих деталей только намного дешевле. Так он называется стемп. Ну, стоят они, по-моему, размер M стоит в районе 22, и размер L стоит 25, по-моему. Ну, то есть, да. Сложить все детали, выйдет как самокат со скидкой. Неплохо. Я не нашел размеров пока что. Я уже испачкал его кровью. Очень интересно, откуда. Все, я убрал, не пугайтесь. Так, доска здесь вроде как 21. У тебя, наверное, 22 на L размере. И 5,25 в шейну. В принципе, для новичков, какие как раз и покупают самокаты. Ну, в принципе, мы все про эти детали уже рассказали. Вот поэтому вы просто можете полюбоваться ими. Ну да, для юного стритера такого, либо размера M, либо для стритера размера L. Вот. Система Nativ. Кстати, Nativ Stem система. И мы здесь можем видеть пыльник. Пыльник, но это другой пыльник, не такой маленький. Но, блин, здесь выглядит вообще потрясающе. Как будто сливается с зажимом. Да, он именно такой. Вообще потрясно. Так, 115 колеса, 24 мм. Оси, как нужно все. Наждак, Nativ. Grip's Nativ. О, как раз на руле попробовать. Выглядит здорово. Здесь, по-моему, 56 на 63. А там что-то в духе 67 на те же 56. То есть, такие стандартные, комплитовые размеры в духе M и L. Нормально. Я думаю, всем подойдет. Короче, хорошие самокаты. Да, советую присмотреться. Тут тоже вот этот Fender. Ну, то есть, классическая вот эта стем-доска. И все вот в этом цвете. Мне нравится. Черный тоже как черный. Черный есть черный. Все здорово. Ну, в общем-то, подчеркиваю, все это, вышесказанное. Вы можете убедиться, что это хорошие детали. Nativ реально продвигает, можно так скажем, культуру и вкладывается в развитие чего-то. Да, в каждом моменте, на самом деле, здесь видно, как ребята думают, как бы так выделиться. Видим прогресс, чувак. Да, видим прогресс, во-первых. Во-вторых, реально, что-то есть. Во всех деталях есть какие-то нюансы, которые я у других не встречал. Прогресс. Ну, вот я по вилкам сказал, что они поменяли действительно что-то. Думаю, это зароляет. По доскам, блин, у меня действительно приятно удивил вес доски. Приятно удивил вот этот стакан. У нее, кстати, прикольный такой конкейв, который я и не заметил сначала. Короче, все выглядит очень здорово. У меня большие надежды в этом сезоне увидеть вот эти доски в деле. Меня порадовали зажимы, размеры зажимов, вес зажимов. Да и линейка стем крутая. Я думаю, она зайдет ребятам помоложе. Колеса, блин, я так и не понял, в чем их прикол. Но, видимо, если у них есть прям промо колес, если команда катать на этих колесах, видимо, это что-то вообще офигенное. Меня цвет лично радует. Так что, да, стоит, наверное, попробовать. В общем-то, все эти детали вы можете посмотреть и переобрести по ссылке в описании в нашем магазине KikMid. Залетайте туда, узнавайте, сколько это чудо стоит. Приобретайте. И приходите в наши розничные магазины, чтобы это все пощупать. Потому что я там был доволен. И напишите в комментариях, если вам нравится такой формат обзоров. А, и про что бы еще хотели послушать? Ну, скоро, кстати, будет что-то у нас. Да, к нам кое-что скоро приедет. Вас тоже это порадует. Тоже новиночка. Не менее интересная. Вообще ни разу, да. Вот все? Все, ребят, с вами был Артем и Антон. Всем удачи, всем натив. Пока.